Духовное зрение – это способность человека воспринимать и правильно осознавать явление духовного мира. Вот что такое духовное зрение. Способность, которую Бог дает человеку. Вы знаете, дьявол очень много строит против нас козней. Он очень хитро обманывает людей. Он строит разного рода ловушки, чтобы увести нас от Бога, чтобы сбить нас с истинного пути, чтобы ввергнуть нас в какой-то грех. Он строит эти козни. И если у нас нет духовного зрения, если у нас нет этой способности видеть это, понимать это, слышать это, уже отдельный разговор о духовном слухе, то мы попадемся в эту ловушку. Мы обрекем себя на проблемы и на трудности. Нам необходимо духовное зрение. И Елисей обладал этим зрением. Он не только много раз спасал свою жизнь, он и спасал жизнь других людей. Царя Израильского. Духовное зрение, оно помогает нам увидеть то, что обыкновенный человек увидеть не способен. Духовное зрение помогает нам распознать вот эти дьявольские козни. У тебя появляется способность чувствовать и видеть, что от Бога, а что не от Бога. У тебя появляется способность разнать и разуметь волю Божью, что это точно воля Божья. Вы знаете, много раз такое происходит с людьми. И со мной тоже такое происходило. Когда я думал, что это воля Божья. Но на самом деле, потом я понимал, что это не было волей Божьей. Я всего лишь посмотрел своими физическими глазами. Но я вроде бы увидел, что какая-то есть состыковка, логика. И я принял это. Но впоследствии оказалось, что это не так. Но только духовное зрение дает нам способность точности знать, воля это Божья или нет.